Общественное пространство и место отдыха для жителей Козыревска благоустроят уже к сентябрю этого года. В ближайшие годы в поселке появится и ряд других объектов. Здесь в Козыревске мы видим, что активное движение вперед уже идет. Строится ряд гостиниц. Прямо сейчас мы находимся на площади, по которой осуществляется благоустройство. Здесь к сентябрю будет завершено обустройство общественного пространства, место отдыха для жителей Козыревска. Рядом здание старого храма будет снесено. Вместо него будет символическая часовня, обозначающая то место, где многие годы люди в Козыревске на берегу реки Камчатки приходили молиться. Владимир Солодов сообщил, что в поселке построят и спортивный зал. В августе прошлого года на встрече с жителями глава региона одобрил проект физкультурного центра и согласился, что комплекс строить надо. Но здание должно быть многофункциональным. Мы приняли решение о том, чтобы для того, чтобы быстрее этот проект реализовать, честно признаться, его строительство затянулось и проект обрастает новыми подробностями и масштабами. Чтобы максимально быстро это сделать, партия «Единая Россия» выступила с инициативой прилечь средства предпринимателей для проектирования и строительства центра с тем, чтобы потом по принципам государственного частного партнерства он уже функционировал. Это позволит нам уже в конце 2022 года завершить строительство объекта. Такую задачу я ставлю перед правительством Камчатского края и руководством Усть-Камчатского района. На нее будем выходить, чтобы в конце 2022 года жители уже могли в новый спортивный зал ходить. В ходе рабочей поездки глава региона подчеркнул, что у поселка есть все перспективы для того, чтобы стать динамично развивающимся, живущим за счет туризма. В целом мы видим, что Козыревск имеет все перспективы стать очень динамично развивающимся поселком, привлекательным, живущим за счет туризма, преуспевающим, привлекающим молодежь. И для этого все меры в ближайшее время будем принимать. Из первоочередных, я считаю, это приведение в приличное состояние, проезжие состояние дороги до Толбачика, место, привлекающее больше всего туристов. И также решение вопросов, связанных с тем, чтобы не только вертолеты, но и малая авиация могла летать сюда, в эту точку Камчатки. Это позволит существенно расширить туристический поток. Владимир Солодов добавил, что Ключевская группа вулканов уже включена в кластер гейзеры и вулканы Камчатки и презентована правительству страны. Козыревск – это ключевая точка Камчатки для развития туризма. Мы видим, что уже сейчас Ключевская группа вулканов привлекает больше туристов, чем долины гейзеров. А количество это может расти многократно. Мы включили сейчас Ключевскую группу вулканов в кластер гейзеры и вулканы Камчатки, презентовали его правительству Российской Федерации с тем, чтобы дальнейшая поддержка по развитию инфраструктуры была оказана. Ключевская группа вулканов